Александр Столяров завсегдатый на Ломоносовском пляже. Приходит с самого утра, часов к восьми. Занимается физкультурой, загорает, общается с друзьями. Тут тебе и закалка, и свежий воздух, и компания. Сейчас приходить на пляж стало приятно, говорит Александр. Несмотря на прохладную воду, он позволил себе небольшой заплыв. Пляж в хорошем состоянии. Можно бы урн побольше, потому что народ будет, будут мусорить опять. И кабинки бы лучше поближе к воде, потому что где купаешься, там лучше и раздеваться. Помимо кабинок для переодевания на всех пляжах появились урны для мусора, установлены туалеты. Прежде всего, работа по подготовке пляжа была связана с уборкой мусора, оставшегося после зимы. Это крупногабаритный мусор, это топляки на улице воды. Также необходимо было покрасить малые архитектурные формы, то есть раздевалки, скамейки были покрашены, выправлены ограждения на входах в пляж и покрашены. На этой неделе будут выставлены аншлаги границ пляжа и различные плакаты с напоминанием правил поведения на берегу и в воде. С сегодняшнего дня начинает патрулирование полиция. Сотрудники будут следить за тем, чтобы череповчане не выпивали и не курили в общественном месте. Нарушителей будут ждать штрафы. В этом году подрядная организация будет убирать мусор на пляже более тщательно. С 7 до 10 утра первый раз и второй в районе 18 часов вечера. Вышли в дозор и спасатели. На оборудованных постах на каждом пляже ежедневно будут наблюдать за отдыхающими по два спасателя. В этом году городу перешел еще один пляж рядом с лыжной базой. Было проведено водолазное обследование городских пляжей, были вывезены спасательные посты, был обучен личный состав для дежурства на спасательных постах городских пляжей, что подготовлено установлено пляжное оборудование. С каждым теплым днем все больше череповчан будут купаться уверенно проверяющие. Кстати, в этом году, в отличие от прошлого, пробы воды на всех пляжах радуют санитарных врачей. Купаться можно. Проверяющие купание разрешили, однако есть и ряд недочетов, которые должны быть устранены максимум до конца этой недели. Мы не успели нанести здесь телефоны экстренных служб на кабинках, как хотели. Не выставлены еще скамейки, но они изготовлены и сделаны. К сожалению, сегодня, опять же, будет в предписании указано, это не справилась ли ливневка. То есть, считаю, здесь и недоработка водоканала, может быть, колодцы недостаточно прочищены. Размытый ливнем песок выровняют к среде, дополнительно прочистят колодцы и затем весь сезон будут следить за состоянием пляжей.